Приветствую вас на мастер-классе по вязанию детской лопопейсы от интернет-магазина Клубки в корзинке. Лопопейса это свитер с круглой крокеткой с некими орнаментами. Традиционно он выполняется в черно-белом цвете, но я решила заменить черный на голубой, по-моему получилось очень здорово. Здесь я вязала без ростка, но если вы умеете вязать росток, то не проблема, будет его просто довязать. Этот свитер у меня примерно на 3 годика, может быть даже на 4. Ушло у меня около 250 грамм мериносовой шерсти, у меня шерсть лана гата супер софт. Здесь на 50 грамм 125 метров. Вот такой вот молочный цвет и вот такой голубенький. Голубым я вязала основное полотно, молочным вязала орнаменты, также мне понадобились спицы. У меня круговые, можете использовать чулочные спицы для рукавов и круговые чуть-чуть побольше для туловища, для вязания туловища. И спицы 3,5 для вязания резиночки, для того, чтобы она была потуже. Немножечко молочным для орнамента, там совсем чуть-чуть. И у меня ушло около 200 грамм на основное полотно голубого цвета. Давайте приступим. На спице номер 3,5 я набираю 32 петли. Я это делаю итальянским способом, вы делаете так, как вам удобно. После того, как я набрала 32 петли, я делаю одну петельку стандартную. Это вообще не зависит от того, каким набором я набирала. Отсчитываю половинку, так как я вяжу методом Magic Loop. Здесь я возьму примерно половинку, чтобы вас не задерживать. И соединяю вязание в кольцо. Для этого последнюю петельку, которую я набрала стандартным образом, я просто набрасываю на первую. Распределяю петли так, чтобы они не перекручивались, чтобы наборный ряд не был перекрученным. И через последнюю петлю протягиваю первую. Таким образом я соединила вязание в кольцо. Подтягиваю петельки и вяжу в обратную сторону. То есть как бы с конца. Вяжу я 14 рядов резинкой 1х1, чередуя лицевые петли и изнаночные. И так довязываю ряд и по рисунку вяжу еще 13 рядов. Всего должно быть, напоминаю, 14 рядочков резинкой 1х1. После того, как я провязала 14 рядочков резинкой 1х1, я меняю спицы на номер 4. И сейчас буду вязать лицевую гладью и делать прибавки через каждые 4 петли. То есть 4 петли я провязываю. Раз, два, три, четыре. Напоминаю, что вяжу я лицевую гладью. Затем делаю накид. Либо просто накид, либо скрещенный накид. Здесь вы делаете, как вам удобнее. Главное в следующем ряду провязать эти прибавки скрещенными петлями. И так до конца. 4 лицевые и прибавка. 4 лицевые и прибавка. После того, как я довязала рядочек с прибавками до конца, я провязываю лицевые петли просто лицевыми. А накиды, напоминаю, провязываю скрещенными, для того, чтобы не образовывалось больших отверстий. Завязываю этот рядочек и вяжу еще два ряда просто лицевыми петлями. После того, как я довязала вот эти два рядочка, теперь я буду вводить белую нить и вязать жаккард вот по этой вот схеме. После того, как я довязала до конца орнамент, я отрезаю белую ниточку и продолжаю вязать голубой. Сейчас я вяжу просто рядочек лицевыми петлями. Дальше я расскажу вам, как я делаю прибавки, в каких местах, в каких рядах и сколько рядов вообще вяжу. Потому что дальше все просто, орнамент мы не вяжем и у нас все пойдет как по маслу. Сейчас я покажу, как я делаю прибавку. Прибавку я делаю по тому же принципу, что прибавляла и после резинки. То есть я провязываю петлю лицевую и делаю накид. В следующем ряду я ее просто провяжу лицевой скрещенными, для того, чтобы не образовывалось дырочек. Единственный момент, что мы будем с вами чередовать. В одном ряду мы делаем в начале, после первой петли. И, значит, следующим необходимым для прибавки ряду мы делаем перед последней петлей точно такую же прибавку. Это единственный момент, который вы должны учитывать. Ну и все. Дальше я вяжу просто лицевыми петлями. Пока вяжу, расскажу, в каких рядах я делаю прибавки. Вот сейчас 9 ряд, я сделала прибавку в нем, потом я делаю прибавку в 15 ряду, да, не забываем чередовать. То есть в 15 ряду я делаю прибавку перед последней петлей. В 20 ряду, в 25, в 30, в 35, в 40, в 45, в 50 и в 54 у меня будет последняя прибавка. Всего я вяжу 62 рядочка. И напоминаю, что делаю прибавку последнюю я в 54 ряду. Остальное все вяжем просто лицевой гладью, это довольно легко. Давайте я покажу вам второй рукавчик, вот так он выглядит, и вот так выглядят прибавочки, то есть вы видите, что они чередуются. Что ж, вяжем вот такие два одинаковых рукавчика, и после этого встретимся и посмотрим, как вяжем тело нашего свитера. Итак, как я уже говорила ранее, рукава вяжутся абсолютно одинаково, а тушка вяжется чуть-чуть по-другому, здесь все гораздо проще, чем на рукавах, но с одним исключением, что петель гораздо больше. Я набрала 100 петель итальянским набором в основании, провязала 14 рядочков резинкой 1х1, и затем после каждой петли в лицевом ряду, когда я поменяла спицы с 3,5х4, сделала прибавки. Напоминаю, после каждой пятой петли сделала по прибавке. После этого у меня на спицах было 120 петель. Я провязала после этого 3 рядочка лицевой гладью, затем 3 рядочка у меня было узора, и затем без прибавок я вязала на необходимую мне длину. Всего у меня от резиночки до последнего ряда 58 рядов лицевой глади вместе с орнаментом, то есть вот отсюда, вот досюда, то есть вот отсюда, вот досюда 58 рядочков. Сейчас я буду привязывать рукава к телу, и я покажу, как я это делаю. Вот эти вот 4 петли, которые у меня на рукаве, последние, да, 4 петли, я их переношу на вторую спицу, для того, чтобы, ну, вот 8 петель у меня будут петлями подреза, соответственно, половину я переношу, чтобы у меня вот это вот место, где я делала прибавки, да, было посередине. Далее я беру пряжу и вяжу вот этой вот спицей, на которой у меня рукав, вяжу 52 петли, просто лицевой гладью, лицевыми петельками. После того, как я провязала 52 петли переда, я взяла рукавчик и отделила 8 петель по центру, то есть от начала и от конца ряда посадила вот сюда 4 петли и сюда 4 петли. И на ниточку отдельно можно использовать булавочку вместо ниточки. Остальные петли рукава я провязываю той же ниткой, которую вязала петли переда. Вяжу лицевой, лицевыми петлями. После того, как я провязала все петли рукава, я переношу 8 петель стушки на булавку или дополнительную нить. Это будет подрез. То есть петли открытые, которые мы оставили на рукаве и которые мы оставили вот здесь, мы потом сошьем петля в петлю и у нас будет незаметный подрез. Далее вяжу 52 петли спинки. Тоже лицевыми петлями. После того, как я провязала 52 петли по спинке, у меня осталось 8 петель от тушки, я их перенесла на ниточку и также перенесла центральные 8 петель, как и на том рукаве, да, второго рукава на ниточку. Остальные петли рукава я просто провязываю лицевыми петлями. После того, как я довяжу до конца этот ряд, получится, что я объединила рукава и тушку в одно полотно. Я провяжу еще 9 рядочков после этого лицевой гладью, голубым цветом. Итак, вот я провязала несколько рядочков после того, как объединила рукава и тело свитера. И теперь я покажу быстренько схемки. В общем, сейчас мне нужно провязать 2 рядочка просто белой пряжей, судя по схеме. И как раз сейчас, в этом моменте, я вам покажу, как сделать так, чтобы переход от ряда к ряду был незаметен. Потому что вяжем мы по спирали, поэтому может переход быть очень заметным. Для этого я вешаю маркер. Ну, я могу повесить маркер позже, когда буду переходить уже ко второму ряду. И провязываю целиком полностью рядочек лицевыми петлями. Но сейчас я сделаю 2 убавки в совершенно рандомных местах, главное не подряд, для того, чтобы у нас совпадало по рапорту. То есть сейчас у меня 186 петель, но мне надо 184, чтобы оно хорошо делилось на 4. Ну, потому что у нас 4 петли в рапорте узора. Вот я довязала рядочек, и сейчас я вам покажу, что я делаю, для того, чтобы ступенечки во время смены цвета не образовывались. То есть, допустим, если мы сейчас будем продолжать с вами вязать по кругу, просто без каких-либо манипуляций, то мы с вами увидим, что у нас петелька белая. Она находится ниже голубой петли, то есть у нас здесь явная ступенечка. Для того, чтобы этого не было, я сейчас беру, просто снимаю вот эту вот петлю белую, первую петлю, таким образом смещая начало ряда, то есть я ее не провязываю, у меня рабочая нить за работой. И продолжаю вязать второй ряд до маркера по кругу. Таким образом я каждый раз, когда мне необходимо скрасить вот эту вот ступенечку, я буду делать так каждый раз в жаккардовом узоре, там тоже действуйте просто по обстоятельствам. Вяжу по кругу по схеме, если мне необходимо, чтобы у меня не было большого и выделяющегося перехода, я просто смещаю начало ряда на одну петлю, первую петлю ряда снимаю. После того, как я провязала по схеме узор, я провязала еще два рядочка, и теперь я расскажу вам, по какому принципу я делаю убавки. Я беру количество рядов, которые я связала, да, то есть это ряды узора и рядочки, которые я связала после него. Желательно, да, пару рядочков после узора провязать, для того, чтобы убавки не смотрелись очень броско. Беру количество рядов, напоминаю, и умножаю это количество на 4. Таким образом я получаю число петель, которые мне необходимо убавить. Мне необходимо убавить 36 петель на данный момент, да, потому что у меня 9 рядов, то есть 6 рядочков узора, 2 ряда после узора и ряд, который мы провяжем сейчас. Соответственно, получается 4 на 9, 36. И делю общее количество петель на 36. Там получается 5 с какими-то копеечками буквально. Поэтому я убавляю каждую пятую петлю и считаю, чтобы у меня убавок было ровно 36. Итак, я провязываю 3 петли и 4-ю, 5-ю вместе. 3 петли и 4-ю, 5-ю вместе. И так до конца. Напоминаю, что убавить мне нужно 36 петель за ряд. После этого я просто вяжу следующий узор по схеме. Его вы увидите сейчас на экране. После того, как я провяжу следующий узор, я провяжу еще 2 рядочки и после этого мы встретимся. После того, как я провязала следующий узор и 2 рядочка после этого голубой пряжей, я считаю, сколько рядов у меня здесь получилось. Вместе со следующим рядом, в котором я буду делать убавки, получилось всего 7. 7 на 4, 28. Соответственно, мне нужно убавить за вот этот ряд 28 петель. Что, собственно, я и делаю. Я делю количество петель на спицах на 28. У меня там получается 5, 5,5 практически петель. Поэтому я просто вяжу 3 петли и 4-ю, 5-ю вместе. Но так как у меня 5,5, я вяжу теперь 4 петли и 5-ю, 6-ю вместе. И так чередую. 3 петли и 4-ю, 5-ю вместе. 4 петли, 5-ю и 6-ю вместе. И так до конца. После того, как я довяжу этот ряд, я буду вязать уже следующий узор. Давайте я провяжу его самостоятельно, потом еще 2 рядочка и после этого встретимся. После того, как я довязала узорчик, я теперь провязываю... Мне нужно сократить 60 петель. И поэтому, так как у меня 124 петли на спицах, я провязываю по 2 петли вместе. И как раз получится, что я сокращу 62 петли. После того, как я закончила этот ряд с убавками, я меняю спицы с номера 4 на номер 3,5 и вяжу воротничок резинкой 1х1. После того, как я провязала 10 рядочков воротника, я закрываю петли иглой эластичным способом. И, кстати, да, если вам необходим более большой воротник, как на свитрах полноценных, то, собственно, это не возбраняется сделать. Так что длину, высоту воротника вы варьируете самостоятельно. Напоминаю, что я закрываю иглой эластичным способом. Если вы этого делать не умеете, то ставьте лайки, пишите в комментариях под видео. И я обязательно расскажу вам, как я это делаю. Перед тем, как связать воротник, вы также можете связать росточек, если это необходимо. Я все-таки считаю, что для детских вещей это, конечно, полезный элемент, но совершенно не обязательный. После того, как я закрыла петли на воротнике, мне осталось заправить все кончики, сшить подрезы и, собственно, постирать уже готовую лопопейсу. Вот такой замечательный свитерок в итоге у меня получился. С вами была Юлия Лодырева и интернет-магазин пряжи и товаров для рукоделия Клубки в корзинке.